Тяжёлая и опасная эта работа на суровом Белом море рыбу ловить. Приветствую, сегодня речь пойдёт о поморах, представителях самых северных русских популяций Беломорья. Считается, что это потомки новгородцев, расселявшихся с XII века по берегу Белого моря от Онеги до Кеми, а также по берегу Баренцева моря. Поморы адаптировали свой быт и культуру к суровым природным условиям северных морей, занимаясь рыболовством, морской охотой, предпринимательством и мореходством на Белом море в Северном Ледовитом океане и на его островах, конкурируя с норвежцами. И хотя поморы отличались по быту от северных русских, они всё же сохранили черты древнерусской культуры, при этом взаимодействуя с населением Северной и Северо-Восточной Европы. Поэтому население этого региона крайне своеобразно, что и заинтересовало учёных, наряду с нюансами эволюции популяций, на самой периферии этнического ареала. Заселение Беломорья началось около 8000 лет назад, ещё в Мезолите. В Неолите свои следы оставили представители каргопольской и беломорской культур. А в Бронзовом веке около 3-4000 лет назад в регион прибыли мигранты, которых связывают с финно-угорскими популяциями, прежде всего с группами, говорившими на языках близких к Саамским. Последней была славянская волна мигрантов. И первые упоминания о постоянных русских поселениях на Беломорском побережье в конце XIII – начале XIV веков связаны с новгородской колонизацией северных земель, где, согласно летописям, переселенцы встретили племена Заволочской чуди, как в веках называли финноязычное население, часто ассоциирующееся с современными вепсами. Проживание на самом севере ареала русского народа, где в топонимике прочно сохранились следы дославянского населения, совместно с уникальной культурой и бытом, предполагает также и разнообразие генофонда поморов. В предыдущих работах по крайне узким панелям маркеров Y хромосомы и митохондриальной ДНК с небольшими выборками поморы рассматривались в составе популяции северных русских. Особенности их генофонда объяснены возможной ассимиляцией Урала и балтоязычного населения славянским. Данные об аутосомном геноме поморов Мезенского района Архангельской области также указывают на сходство с финноязычным населением, причем больше с финно-пермским, чем с финно-волжским. Однако в исследованиях не поморов, а обширного круга популяций Русского Севера выявлена их близость по митохондриальным и аутосомным ДНК-маркерам к населению Северной Европы. Разнообразие линий Y хромосомы обнаружило сходство генофонда жителей Русского Севера с населением от Прибалтики до Печоры и объяснялось наследием древнейших палеоевропейских популяций. Интригу к вопросу о происхождении поморов добавляет и тот факт, что у жителей самого севера Архангельской области не обнаружена новгородская предковая компонента по широкогеномной панели аутосомного генома. В новой работе детально изучены наиболее сохранившиеся и труднодоступные популяции поморов Белого моря. В ходе экспедиции 2021 года обследованы практически все населенные пункты Онежского полуострова, Онежский и Летний берега, а также западного прионежского фрагмента Зимнего берега. И только для краткости все три популяции названы Онежскими поморами. Авторы надеялись, что столь труднодобытые новые данные о генофонде поморов, изученном по современным панелям маркеров, смогут дать ключ к пониманию значительного генетического разнообразия и своеобразия популяции Русского Севера. Принимая во внимание традицию патрилокальности у поморов, авторы работы изучили маркеры Y-хромосомы для того, чтобы создать генетические портреты трёх впервые исследованных популяций поморов и попробовать найти в их генофонде генетическую память о новгородской колонизации. Результаты Разнообразие гаплогрупп Y-хромосомы у поморов У онежских поморов самыми частыми оказались три гаплогруппы, 26% R1A – 3 ветви, 25% I1 – 1 ветвь и 24% N3A – 2 ветви. А всего у исследованных мужчин было выявлено 14 линий Y-хромосомы R1A – 1 ветви, 25% N3A4, Z1936, R1A – CTS1211, R1APF6202, R1BL51, I2P37.2, R1AZ92, N3A3 – CST10760, IM78 и T1AM70, встречающиеся с частотами от 25 до 1%, перечислены по убыванию, и линии I2M223, J2M92, J2M67 и N2A в I3205 с частотами менее 1%. При этом, несмотря на небольшое расстояние между тремя популяциями поморов от 80 до 170 км, заметно отличаются частоты их гаплогрупп. У поморов зимнего берега снижена частота гаплогруппы N3A4 и повышена частота I2. У жителей Онежского берега наоборот, снижена частота гаплогруппы I2 и повышена частота N3A4. А у находящихся между ними представителей летнего берега не обнаружена гаплогруппа R1A – PF6202, характерная для двух других популяций поморов, но повышена частота гаплогруппы R1B. Примечательно, что у поморов летнего берега встречается линия R1B L51, более характерная для народов Северо-Западной Европы, в отличие от другой линии R1B, обнаруженной у русских из Пенежского района Архангельской области. В зависимости от географического положения популяций поморов наблюдается снижение частот гаплогрупп N3A4 и I1 с юго-запада на северо-восток, а частоты гаплогрупп I1 и I2A наоборот возрастают в этом направлении. Однако этой тенденции нет у ветвей гаплогруппы R1A, частота которой высока в генофондах Зимнего – 29% и Онежского берегов – 36%, но в два раза ниже на расположенном между ними летнем берегу, причём только ветви R1A CTS 1211 – 13% и R1A Z92 – 2%. Зато на летнем берегу наблюдается аномально высокая частота R1B L51 – 20%, что может быть результатом миграций и дрейфогенов. Сходство Онежских поморов с другими русскими популяциями Архангельской области наблюдается по частотам гаплогрупп R1A и N3A4, кроме Зимнего берега, где N3A4 редка. Различия наиболее выражены по частоте гаплогруппы I1. У Онежских поморов она составляет в среднем четверть генофонда, но для других северных русских – не характерна. В Красноборском районе Архангельской области 12%, в Пенежском – 1%, а в Лишуконском не обнаружено вовсе. Генетические расстояния между поморами и другими популяциями Северной Европы При оценке сходства разных генофондов суммарно по всем гаплогруппам наиболее примечательны значительные генетические расстояния между тремя популяциями Онежских поморов, вопреки их географической близости. Но ещё более значительны расстояния поморов до других русских популяций. Есть лишь два исключения. Во-первых, сходство поморов Онежского берега с географически далёкими русскими Красноборского района Архангельской области. Во-вторых, их сходство с русскими из района Малоги Ярославской области. Причём ранее было показано, что среди ярославских популяций именно представители Малоги сохранили явный генетический след до славянского населения, в предположительной мере. Однако поморы Онежского берега ещё ближе к северным Карелам, а также к Хвинам и Саамам, чем к этим русским популяциям. Поморы Летнего берега также близки к Саамам, но ещё они близки и к шведам с датчанами, причём до них генетические расстояния меньше, чем до коллег по быту. Похожая картина у поморов Зимнего берега, только они более близки к Саамам и шведам по генетическим расстояниям. В целом, Онежские поморы демонстрируют наибольшее генетическое сходство с народами Северной Европы. Причём расстояние до генофондов Финнов и Саамов уменьшается по мере движения на юго-запад от Зимнего берега к Онежскому в четыре раза, а генетическое расстояние до Скандинавов уменьшается к Летнему берегу от Зимнего и Онежского. При этом поморы Летнего берега, помимо близости к датчанам, норвежцам и шведам, также близки и к немцам с англичанами, хоть и не настолько, как к скандинавам. Также представители Летнего берега генетически ближе к ирландцам и французам, чем к соседним русским популяциям. Среди других народов России к Онежским поморам наиболее генетически близки Вепсы и Северные Карелы, причём в основном за счёт поморов Онежского берега, которые сами ближе к финоязычным соседям, чем к другим популяциям поморов. А наиболее генетически удалёнными от поморов оказались удмурты, представители восточного крыла финоязычных народов, что входит в противоречие с выводами предыдущих публикаций о сходстве геномов финно-пермских народов с поморами. Генетическое положение кластеров популяций На графике многомерного шкалирования, построенном по 14 поморским гоплогруппам Y-хромосомы, выделяются пять кластеров с условными названиями. Первый – Славянский кластер. В него вошли белорусы, украинцы, поляки, а также русские Смоленской и Ярославской областей. Второй – Новгородский кластер, близкий к Славянскому. Объединил все три популяции Новгородской области и Порхов Псковской области, который входил в новгородские земли. К ним присоединились также финноязычные популяции – Вепсы и Южные Карелы. Третий – Прибалтийский кластер. Помимо латышей, литовцев и эстонцев, включил население островского района Псковской области. Четвёртый – Архангельский кластер, объединил популяции Пенежского и Лешуконского районов Архангельской области с Малугой Ярославской области и Тверскими Карелами. И пятый – Поморский кластер, из-за значительных расстояний между популяциями поморов, оказался лишь немногим меньше суммы расстояний предыдущих четырёх кластеров, включивших финноязычные, болтоязычные и славянские популяции. При этом авторы подчёркивают, что вопреки значительным различиям между поморскими популяциями, все вместе они занимают своё собственное поморское место среди популяций Северо-Восточной Европы. Карты генетических расстояний Более точно определить регионы, с которыми сходные генофонды поморов и значительно расширить круг популяций сравнения помогают карты генетических расстояний по методу Масатоши-Нея, рассчитанные по 26 гаплогруппам Y-хромосомы, характерным для всего региона. Суммарный генофонд поморов, помимо некоторых соседних популяций, генетически более близок к южной части Финляндии, а не к северной, представленной Саамами. Генофонд поморов Онежского берега на карте генетических расстояний демонстрирует близость к популяциям на обширных географических участках, охватывая почти всю Финляндию на западе, кроме крайних северных и южных участков, а также от рек Сухона и Северная Двина на востоке России до Ярославской и Ленинградской областей на юге и юго-западе. Эта область сходств охватывает виноязычные народы и те русские популяции, в генофонде которых прослеживается существенный вклад до славянского населения. Генофонд поморов Летнего берега демонстрирует наибольшее сходство со шведами и норвежцами, а также с Саамами, но слабее. Генофонд поморов Зимнего берега, представленный прионежской его частью, показывает лишь некоторое сходство с отдельными популяциями финнов и шведов. Это единственная популяция поморов, для которой можно допустить, что её генетический портрет в значительной степени сформирован дрейфом генов. Однако исследования популяции остальной части Зимнего берега ещё проводятся. Обсуждения и выводы Учитывая схожий быт и культуру, а также географическую близость трёх исследованных популяций поморов, разумно было бы предположить, что и их генофонды будут довольно схожи. Однако эти ожидания не подтвердились, и каждая из трёх исследованных поморских популяций продемонстрировала свои уникальные отличия. Поморы Онежского берега оказались близки к финноязычным народам России и Финляндии, а также к русским популяциям Архангельской области. Поморы Летнего берега продемонстрировали генетическое сходство только с населением Скандинавии, а у поморов Зимнего берега практически нет сходных генофондов, за исключением некоторой близости к финнам и шведам. Различия между популяциями поморов почти столь же велики, как между рассмотренными популяциями, говорящими на разных языках. Связать такое уникальное своеобразие генофондов поморов с действием лишь дрейфогенов невозможно. Хотя не оспаривается, что дрейфогенов был важным фактором в генетической истории всех популяций поморов, численность которых в последнее время сокращалась. Полногеномные исследования в будущем позволят пролить свет на происхождение поморов и на миграционные волны, оставившие след в их генофонде. Кстати, обращаю ваше внимание на необходимость дальнейших исследований, чтобы удержаться от поспешных выводов только по однородительским маркерам. Но и результаты анализа отцовских линий, учитывая патрилокальность поморов, прямо указывают, что причина генетического своеобразия популяции онежских поморов заключается в различном генетическом происхождении их отличающихся субстратов, с последующим дрейфом генов, который размывал генетическую память. Ещё один важный вопрос заключался в поиске сходства генофондов поморов и новгородцев. Но среднее генетическое расстояние между этими популяциями оказалось довольно значительным, почти как между поморами и другими рассмотренными русскими популяциями. Примечательно, что в предыдущей работе авторы сообщали о различии аутосомных генов новгородцев и русских североархангельской области. И в новой работе показаны различия между генофондами новгородцев и поморов по маркерам Y-хромосомы. Оба результата противоречат мнению о том, что генофонд русского севера был сформирован за счёт новгородской колонизации северных земель. Здесь важно отметить, что генетические данные не перечеркивают связи поморов с новгородцами. Просто культура и генетика порой отражают разные плоскости взаимодействий между различными группами населения. И генетическая память отражает лишь те события в истории народов, которые сопровождались демографическими изменениями. А я как обычно желаю всем хорошего настроения и не прощаюсь. И прошу не забывать про поддержку канала, это очень важно.